Эй, красотки, всем привет! Добро пожаловать на мой бьюти-канал снова! Меня зовут Юлия, и на этом канале я говорю о косметике и красоте. В сегодняшнем видео я хочу показать вам большой haul или большую распаковку косметики из Sephora, то, что я приобрела на Sephora VB Sale. Если вы не знаете, в Sephora эта распродажа происходит два раза в год, и если вы руж, если ваш статус в руж в Sephora, то у вас самая максимальная скидка, а именно 20%, и я есть руж, потому что я трачу очень много денег в Sephora на косметику каждый год, и поэтому я не смогла пройти мимо этого события, хоть я изначально и как-то не очень думала покупать много в Sephora, потому что у меня все есть так или иначе, да, но как бы я все-таки решила это сделать, и я думаю, что не зря, потому что вам будет, скорее всего, очень интересно тоже узнать, что же я купила в Sephora в этом году на их продаже. В первый день я зашла в магазин, чтобы купить то, что мне понравилось, и то, что, конечно же, было в наличии. Многие товары, которые мне понравились, их не было в наличии, я поняла, что проще заказать это все онлайн, но посмотрите, какой мне дали большой пакет. Он гигантский! Крепится вам показать уже, что я купила, и также сегодня, как бонус этого видео, я распакую на камеру, наконец-то, Beauty Box от Ipsy, который называется Glam Bag X. Он сделан вместе с Huda Beauty, то есть там половина или даже больше половины продуктов должны быть от бренда Huda Beauty, что невероятно здорово. Именно поэтому этот Beauty Box останется у нас на десерт сегодня. И да, ребят, давайте просто перейдем к распаковке всей косметики, которую я купила на эту распродажу в Sephora. Поехали! Кстати, ребят, перед тем, как я начну распаковывать посылки и покупки, хотела бы сказать, что я извиняюсь, что я так долго не пустила видео. Я не знаю, заметили вы или нет, но если вы это заметили, если вы, не знаю, скучали по мне, то я правда извиняюсь. Я знаю, что две недели это было очень долго, но когда ты видишь, что твои посылки приходят очень и очень поздно, приходится ждать и ждать, а ты понимаешь, что это тот контент, который ты прям хочешь снимать прямо здесь и сейчас, конечно, это может еще больше ударить по твоему вдохновению. Поэтому я решила, что окей, пускай все они посылки приходят, я подожду, ну и пока сделаю небольшой брейк. Надеюсь, вы понимаете меня. И первое, что я хочу открыть, это посылка из Sephora, которую я очень и очень долго ждала. Это та косметика, на которую я охотилась долгое время. И это палетка Наташи Диноны, которая называется Glam Face Palette Light. Вот, я смотрела большое количество обзоров на эту палетку и в итоге поняла, что я хочу купить именно светлую версию палетки. Вы не поверите, насколько долго я пыталась охотиться за этой палеткой. Я реально каждый час или каждые, наверное, 15 минут захотела на сайт Sephora, чтобы убедиться, что ее нет в наличии, потому что если она есть в наличии, я заказываю ее тут же. И к тому же она стоила вроде бы 45 долларов или чуть больше, нет, 50 тысяч долларов, я напишу внизу. Это невероятно хорошая цена для этой палетки, минус 20% скидка, это супер хорошая цена для качества этой палетки. После обзора на эту палетку, как я увидела его, я пошла в Sephora, чтобы посвочить эту палетку. Я сделала пару stories в Instagram, и там вы могли видеть, насколько красиво смотрится эта палетка. В общем, свочится она просто шикарно, это невероятно красивые шиммеры. Вау, это качество Наташи Диноны за не такую дорогую цену. Я даже сама думаю, чтобы купить эту палетку моей маме, потому что я знаю, что она ей очень-очень понравится. Я так понимаю, что они завезли всего лишь 4 палетки в самый центральный магазин, где я проживаю. И как бы ее распродали за буквально, наверное, день, я так понимаю, за пару часов. Это была очень печальная, печальная для меня новость, потому что я говорила мужу специально, все, мы едем в Sephora за этой палеткой. Ее не оказалось, когда я уже приехала в Sephora, поэтому пришлось ждать. И, наверное, поэтому, ну, вы, наверное, уже видели русских бьюти-блогеров, кто сделал обзор на эту палетку. Как бы, вы знаете, что она очень классная. Поэтому я думаю, что если я буду тестить ее, я, скорее всего, буду тестить ее среди другой новой косметики. Потому что, ну, обзоры, как бы, на нее, наверное, уже есть. Здесь, наверное, хайлайтер, это то, что меня прям поразило, когда я делала свочи. В самой Sephora он невероятно красивущий, такой, знаете, цвет шампанского, я бы сказала так. Очень здорово смотрится. Я поняла, что да, это прям хайлайтер, который мне очень-очень понравится. Шиммер здесь, это вообще просто вау. Мне кажется, за ту цену, за ту цену, которую вы платите, это невероятно хорошее качество шиммеров. Таким образом, они немножко сыпучие, но они смотрятся просто невероятно красиво. Это просто нечто от Динона за такую цену. Просто покупайте, мне кажется, две-три палетки на подарки. Это та палетка, которую вы хотите подарить кому-то, как мне кажется. Один момент, который мне очень понравился, это то, что румяна в этой палетке, такие как Cream to Powder, это кремово-пудровые румяна, они показались мне очень сухими в именно палетке Light. В темной палетке другая как будто формула, чуть-чуть, я не знаю, так ли это или нет. Я знаю, что немногие прям обожают формулу румяна Таши Диноны в этих палетках, когда у нее там есть и тени, и румяна. Эти румяна неплохие, но, конечно, хотелось бы, чтобы была чуть получше формула. Я знаю, что я буду использовать именно тени и халетры в этой палетке, чем румяна. Поэтому я прощаю, что румяна не такого прям супер-классного качества. Эта палетка, мне кажется, будет палеткой номер один для того, чтобы сделать классный макияж на Рождество. Упаковка, она марка, тут уже, знаете, очень много прям моих пальцев, следов от моих пальцев. Но она очень смотрится шикарно, и срок годности этой палетки составляет у нас 18 месяцев. И сделана она в Италии, естественно. За эту цену 50 с лишним долларов. Это невероятно хорошее предложение от Наташи Диноны. Я понимаю, почему эта палетка распродана почти везде. И далее я хочу показать вам, что я купила в физическом магазине в Сифори. Я не очень много купила косметики, как мне кажется, но тем не менее она там есть. Поэтому давайте откроем и посмотрим, что же там у нас в этом большом огромном пакете. Итак, первое, что я прикупила, как можно видеть, это набор от Сол де Жанейро. Называется он Galaxy Gorgeous. И в этом наборе, как мне кажется, есть все то, что вам понравится от Сол де Жанейро. А именно их гет для душа, который я ни разу не пробовала. Скраб для тела, крем в полном размере, что невероятно здорово. И также спрей для тела в том же аромате, как и сам крем. Я решила взять этот набор, потому что на Сифори на этот набор все пятерки отзывы. И все просто восторгаются, насколько хорошее качество и value, а именно, ну как объем, да. То есть ты плачешь, по-моему, 70 или 80 долларов. Минус 20% скидка. Хороший, хороший бонус. Давайте откроем это. И вот таким образом смотрится этот набор. Я так и вижу, что многие будут покупать этот набор именно для подарка. И первое, что мы видим здесь, это гель, крем в огромном размере. У меня не было ни разу крема от Сол де Жанейро в большом таком размере, объеме. Скраб для тела. Мне кажется, это самый большой размер. Спре для тела также. Давайте понюхаем, наверное, гель для душа. Он, кстати, очень маленький. Малютка такая, прям вообще... Пахнет прям как крем. Сладкий запах, но не приторный. Кстати, если вы хотели узнать, в этом геле для душа у нас, знаете, сколько миллилитров? 90 миллилитров. Я думаю, что это идеально будет на путешествия, для путешествий и так далее. Скраб для тела выглядит вот таким образом. Невероятно вкусный аромат. Хочется использовать его каждый день, если честно. И последнее, это спрей. Спрей это то, чего я ни разу не пробовала у Сол де Жанейро. Понюхаем его. Когда я прыскала его в магазине, я почувствовала большое количество спирта, но здесь, дома, я этого не чувствую. Странно, в магазине я всегда чувствую прям спирт, когда я что-то прыскаю от Сол де Жанейро. И, в общем, вот такой набор я прикупила. Цены напишу внизу. Безумно нравится наполнение. Мне кажется, это не только будет хороший подарок для себя, любимый, но еще и для ваших подруг, родителей и так далее. Это прям реально суперский набор, который обрадует любую девушку. Дальше я купила, опять же, средства по уходу за лицом. Это моя любимая Тача. Если честно, я не прям такой большой фанат бренда Тача. Да, я пробовала их до этого умывалку для лица из вот этой серии. У меня она была в большом размере, в большом объеме, извиняюсь. И я ее полюбила за то, что когда я, например, делаю какой-то очень сложный макияж на видео, я хочу сделать так, чтобы моя кожа, она очистилась, обновилась за секунды. И я использую эту умывалку. Она не только очищает ваше лицо, потому что это умывалка, но еще и скрабирует, но очень-очень легко. И помимо этого, это можно использовать еще как подарок, понятное дело. Здесь мы получаем вот такой шелковый, как платок, чтобы завернуть это в подарочную упаковку. Таким образом. Тарам! Как мило. Прикольно. Мне нравятся цвета. Давайте откроем и посмотрим, что у нас внутри. Если честно, я ждала открыть все эти покупки сифоры с неделю, наверное, вот так вот. Понятное дело, что основной компонент, который является самым ценным в этом наборе, это, естественно, крем, который называется The Dewy Skin Cream. У меня не было ни разу полного размера этого крема, полного объема, и вот у меня он появился. Ура! Очень добротная упаковка, очень чувствуется дорого в руке. Кстати, в этом креме, если вам хотелось бы знать, 50 мл крема, и он сделан в Японии. Свежо очень, свежий такой ароматик, прикольно. Вот так выглядит сама умывалка The Rice Wash. И дальше мы нашли в этом наборе от Tatcha The Dewy Serum. Это сыворотка, которая предназначена для того, чтобы придать вашей коже сияние. Если честно, не знакома с этой сывороткой прям 100%. Может быть, я использовала ее когда-то, но забыла, как она действует. Но это дорогая сыворотка, поэтому это здорово, что в этом наборе мы можем ознакомиться аж с тремя продуктами из серии Tatcha. Здорово! Дальше, что я купила? Вообще, это, по-моему, я покупала еще до Sephora Baby Sale. Это вот такой набор от Too Faced, который называется You're So Hot. И меня он привлек, потому что здесь очень и очень красивый и милый, к тому же, бронзер для лица. Я не так часто покупаю что-то от Too Faced, но именно этот продукт меня привлек. Поэтому я такая, окей, почему бы и не попробовать. Это, тем более, не очень дорого стоило, типа, может быть, 30 долларов или что-то вроде того. Это приходит к вам вот в такой миленькой и классненькой косметичке розового цвета. Она очень милая. И что мы получаем в этой косметичке? Это блеск для губ, увеличивающий губы. Не пробовала сто лет блески, которые увеличивают губы, если честно. И самое главное в этой косметичке это бронзер. Посмотрите на эту упаковку, ребят. Это смотрится так мило. И он должен пахнуть у нас горячим какао, да. Запах горячего какао очень-очень вкусно пахнет. Вот так это все выглядит. Тут прям реально горячее какао. Я смотрела обзор, по-моему, Ле Джаная. И она сказала, что это очень, ну, такой легкий бронзер. Я еще не пробовала его, поэтому не могу сказать насчет этого. Но мне очень... О, тут еще даже что-то золотое есть. Типа тут есть золотое напыление, которое, понятное дело, пройдет через какое-то время. Пигмент есть, мне это нравится уже. Посмотрим, как пахнет прям как горячий шоколад. В принципе, за такой бронзер, который больше как милый, чем работающий, это не очень жалко потратить 20 долларов, 25 долларов. Я забыла показать вам этот блеск, кстати, ребят. Ну-ка. Он пахнет как горячий шоколад. Мне кажется, он будет идеально подходить села некому макияжу. Насколько он интересен сделать мои губы больше? Это очень интересно будет увидеть через некоторое время. Посмотрим. В общем, я уже чувствую этот синглинг сенсейшн. Немножко неприятное и незнакомое чувство, я бы сказала так. Я прикупила еще две вещи. То есть, я говорю, это не очень было много, что я купила. Я купила первую свою помаду от Pat McGrath, которую я купила там не для обзора, да, а для себя. И эта помада в оттенке OMI. О, как они уже... Щипят. Оттенок помады называется OMI и серия помад Matt Trends 1.07. Изначально, когда я купила, я была так рада, потому что у меня ни разу не было помады от Pat McGrath. Но потом я вспомнила, что Pat McGrath вообще-то очень часто бывают распродажи на ее сайте. Оу, я уже чувствую это. Фига себе. Это прям очень чувствуется интенсивным. Так вот, изначально я подумала, зачем я покупаю эту помаду, если я могу купить ее на сайте Pat McGrath. Но потом я поняла, что, ну, почему нет, это Sephora Vibysale, как бы можно, да. Когда я пришла домой, я увидела, что на Sephora есть набор, в котором есть эта помада в этом же оттенке. Но набор стоит дешевле, чем сама помада, которая стоила 32 доллара. Но я поняла уже, ну, почему нет, что у меня упаковка есть такая красивая, которую не найти в том наборе, в котором продается эта помада. Ни разу еще даже не открывала эту помаду, прям, верите, нет, ни разу. Это, кстати, был последний оттенок этой помады в оттенке Omi в Sephora, которую я взяла. Последняя она была такая одиночка. Я такая, ну, наверное, это знак, что мне нужно ее покупать. Ну-ка, давайте посвочим ее и посмотрим. Вау! Мне кажется, это тот оттенок, который как раз-таки я искала. Супер красиво смотрится, мне очень-очень нравится. Мне кажется, это то, что я буду использовать часто. И последнее, что я взяла, это карандаш от Huda Beauty. Кстати, сегодня я его использовала на своих бровях, и мне очень понравилось, как он, карандаш этот, просто нереально красиво нарисовала мои брови несуществующие, можно сказать так. Я взяла оттенок под названием Light Brown, и это тот оттенок, который, мне кажется, хорошо подошел мне. Мне очень нравится, насколько карандаш этот тоненький. Многие говорят в комментариях, что он быстро ломается. Ну да, он как бы тонкий, поэтому он так быстро может ломаться. В общем, карандаш, чтобы вы понимали, вот такой вот сам, очень-очень-очень тоненький, с ним нужно быть очень аккуратным. Вам этот карандаш даст эту возможность нарисовать самую тонкую линию вашей брови, которую вы только хотите. И это мне очень нравится в этом карандаше. Поэтому, определенно, это моя не первая покупка этого карандаша. И это то, что я купила в Sephora, когда я пришла туда в первый день. Но теперь, ребят, давайте перейдем к моей последней посылке Sephora, которая ко мне пришла только сегодня. Сегодня, наконец-то, я долго тебя ждала. Давайте же ее раскроем. Когда я делала свой второй заказ, я долго думала, что я хочу купить, что мне реально нужно. Потому что, когда ты делаешь обзор на косметику, тебе накапливается, так или иначе, достаточно все-таки большое количество косметики. И когда происходит распродажа в Sephora, ты не знаешь, что тебе нужно, что купить, потому что у тебя все есть. И я долго думала, окей, что мне нужно. Думала, между тем, взять ли мне помаду от Gucci или нет. Потому что я смотрела одну британскую блогерю, что забыла имя, наверное, вы знаете ее. И она там рассказывала про эти помады Gucci. Она прям продала мне, наверное, пару оттенков. Но потом я поняла, помады у меня очень много. Все-таки, блин, не знаю. Как-то пока мне, наверное, не нужны они, потому что у меня есть другие помады, которыми я хочу пользоваться в данный момент, чтобы они не испорчились, не протухли. Поэтому я все-таки решила, наверное, Gucci я пока не хочу брать. Но зато я взяла другую помаду от... Вы видите, от кого сейчас прямо-таки. Это помада от Charlotte Tilbury. И это помада, которая называется Matte Revolution. Это матовая помада. И эту помаду я взяла в оттенке Mr. Kisses. Я смотрела другого блогера. И она меня вдохновила на покупку именно этой помады, потому что вроде бы она сказала, что это самая классная помада, типа, для ежедневного макияжа. Помада с мягким матовым финишем. И в ней есть экстракты Popeye и экстракты Orchid Extracts. Меня очень привлекла упаковка этой помады, потому что здесь как такие бриллиантики какие-то. О, это так мило. Но как же это красиво смотрится. Прям реально может быть украшением любого туалетного столика, не так ли? Смотрите, ребят, насколько красиво расписана эта помада. Я ни разу такого не видела, если честно. Давайте сравним ее с оттенком помады от нашей матушки Пэт. Да, понятное дело, это два разных оттенка. Все-таки эта помада, она больше как персиковая. И поэтому именно я купила ее, потому что мне кажется, у меня все-таки нет таких оттенков в моей коллекции. Все-таки я буду использовать именно эту помаду от Charlotte Tilbury в оттенке Mr. Kisses именно для дневного макияжа. Тогда как помаду от Pat McGrath я буду использовать для какого-нибудь, допустим, важного мероприятия или похода на ужин, что-то вроде того. Я постепенно пополняю коллекцию Charlotte Tilbury в своей коллекции косметики. Итак, далее, что я приобрела. Ну, это уже, знаете, такой олдскульный товар. Это бренд Dr. Jar. И это зеленый крем, который способен снять покраснение с вашего лица. Идеально просто маскирует всю красноту. Я, наверное, еще такого не встречала крема ни разу, который бы это делал так легко и быстро. Какой-то он зеленый, прям зеленый. И последнее, что я взяла, это... Последнее, да, окей. Это немного совсем, прям, мне кажется. Я взяла два продукта от бренда Lees. Это бренд, о котором я много слышала. Слышала много разных классных отзывов о нем. И первое, что я взяла, это хайлайтер, о котором я долго думала. И я два раза меняла свое мнение о нем. Я сначала положила в корзину золотистый цвет, но потом я все-таки изменила его на розовый цвет. Сделан этот бренд в США. Он очень натуральный. Тут нет каких-то непонятных химических компонентов в составе, что очень здорово. И упаковка это то, что также является визитной карточкой этого бренда. И в составе этого хайлайтера, представляете, есть гиалурон, конец инамид, зеленый чай, экстракт зеленого чая. И также экстракт манго. Это прям невероятно круто для хайлайтера. Не так часто ты увидишь такой богатый состав полезных компонентов, да, в хайлайтере. Вот таким образом смотрится сам хайлайтер. Невероятно интересная упаковка. О, нет, я все-таки взяла оттенок шампанского. Я думала, что я взяла все-таки розовый оттенок почему-то. Окей, и вот так смотрится оттенок Brave. Вау, вот это пигмент. Это смотрится очень красиво, кстати. Честно, я не знаю, насколько это прям вот мой оттенок. Я думала, что это больше будет как Becca и их Champagne Pop, который у меня есть. Champagne Pop, он легкий в своем блеске, и он не такой прям, как мне кажется, ну очень пигментированный и с большим количеством этих сияющих блесток пигмента. У меня есть такое ощущение, что этот хайлайтер может быть too much немножко для моего цветотипа. Но мы посмотрим в следующем видео, насколько он вообще будет прям классно смотреться. И последнее, что я купила, это румяна в кремовой текстуре от также бренда Lease. И в этих румянах кремовых можно найти такие ингредиенты. Основные, да, полезные, как каолин, масло авокадо и также витамин Е. Очень интересно посмотреть и узнать, насколько эти румяна будут масляными и жирными или нет. Тоже немножко другая упаковка, она не такая прям блестящая, как, понятное дело, у хайлайтера. И он называется Confident. Глушенный оттенок, который просто идеально будет подходить на холодное время года, как мне кажется. Мне очень понравилось, как он смотрелся, этот оттенок на модели. Поэтому я поняла, что, наверное, все-таки это будет идеально на мне. И, в общем, это то, что я купила в Sephora. Дайте мне знать, ребята, если вы хотите, чтобы я показала всю эту косметику, которую я купила вместе. Или же вы хотите, чтобы я, например, сделала отдельно обзор на палетку Наташи, Диноны, Глэм, Глэм Фейс Палет Лайт, или же все это вместе. Дайте мне знать, будет очень интересно узнать ваше мнение на это. И, как я уже сказала, на десерт нас ждет распаковка бьюти бокса от Ipsy Glam Back X в коллаборации с Хода Бьюти. Давайте же откроем его прямо сейчас. Первое, что мы, как правило, выуживаем, это вот такой большой буклет с, в общем, товарами, которые мы должны найти здесь. Я вам не показываю, что мы должны найти там. Это секрет. Небольшой Хода Бьюти здесь у нас на обложке. Она, понятное дело, очень рада быть на обложке Ipsy, потому что, мне кажется, до этого Ipsy не коллаборировали с Хода Бьюти. И это очень здорово, что каждые, вроде бы, три месяца нас ждут новые бренды, с которыми Ipsy коллаборирует. И не нужно тратить большое количество денег, чтобы попробовать какой-либо бренд. И по цене, я не помню сейчас, сколько я точно заплатила за эту Glam Back X. Мне кажется, это было больше, чем 25 долларов, понятное дело. По-моему, это было около 49 долларов. Я напишу внизу, если вам интересно. Итак, давайте начнем с первого. Первое, что я вижу, это вот крем. Это крем? Да, это крем от Wishful, а именно это сестринский бренд Huda Beauty. И этот крем называется Honey Balm Jelly Moisturizer. Очень увлажняющий. Крем для лица, я так понимаю, он желейный. Я точно наслышана о том, что Huda Beauty у ее бренда Wishful очень интенсивные ароматы ухода за лицом. Давайте понюхаем этот крем, очень будет интересно. Ну-ка. Ммм, такой аромат лаванды. И приятный аромат, и он не чувствуется каким-то искусственным. И вот таким образом выглядит сам крем. Такая гелевая текстура у него. Реально, очень классно. Мне кажется, у меня кремов хватит просто на год вперед. И да, я права, в этом креме есть лаванды, экстракт лаванды, мед, ниацинамид и также turmeric. Или, или куркума. Вот. Круто. Ура, мне кажется, мы начали очень даже хорошо. Далее я хочу показать вам что-то, что мне не очень впечатляет. Честно. Потому что это вот такая штучка. Называется это PMD. И это девайс для очищения кожи. У меня есть подобный девайс от Foreo. Luna 3, по-моему. И я не сказать, что часто им прям так пользуюсь. Когда я купила его, понятное дело, я очень часто им пользовалась. Потому что это было что-то новинку. И, вы удивитесь, но это уже второй PMD у меня в моей коллекции. Первый я получала в другом каком-то бьюти-боксе. Первый я получала от другого бьюти-бокса. FabFitFun, по-моему. И я отписалась уже от него. Потому что слишком много хлама не присылали. Я думаю, что мне придется разобраться с этими приборами, девайсами для лица. Да, кому мне подарить их. Потому что я не такой большой прям фанат использования таких вот силиконовых щеток. Щеточек для того, чтобы очистить лицо. Каждый день все-таки нет. Такие девайсы стоят около 90 долларов. Но лично для меня, мне от этого ни холодно, ни жарко. Поэтому я оставляю это кому-то на подарки. Или на giveaway, я не знаю. Далее, что мы находим. Это крем от Frag Beauty. И это очень достаточно знаменитый крем. На ТикТоке особенно популярен очень сильно. Называется этот крем Rich Beach. И этот крем у нас с кактусом, витамином С. И это увлажняющий крем, понятное дело. И мне нравится сильно очень упаковка. Это очень эстетически приятная упаковка. В стиле ТикТока. В стиле ТикТок, я бы сказала так. И мне нравится, как он чувствуется в руках. Он такой охлаждающий. У него очень охлаждающая упаковка. Это факт. Мне нравится. И ну-ка, туда же не нужно его протыкать. Круто. Не могу сказать, что он как-то пахнет. И я сама выбрала этот крем. Потому что я точно знала, что я хочу попробовать его. Потому как я видела этот крем во многих, у многих блогеров. На ТикТоке тоже. Поэтому я такая окей, почему бы нет. И на него отзывы, кстати, прям очень-очень хорошие. Особенно на Сифоре. Поэтому здорово. Не нужно платить полную цену за него. Покупая его где-либо на Сифоре или на сайте Фрэк Бьюти. Круто. Ей. Мне нравится уже, что мы находим. Далее мы находим упомяна от Iconic London. Идеальный светлый оттенок для естественного макияжа. Мне кажется, это будет просто идеальный цвет. Так оттенок выглядит, когда я его растушевала. Прикольно. Мне нравится, кстати. Как называется этот оттенок у нас? Этот оттенок называется у нас Sheer Blush. Далее, что мы находим? Мы находим крем от Gold Faden MD. И это крем, о котором я не слышала ни разу. Этот крем, он обещает нам подтяжку лица. Без игл, то есть без там уколов красоты, да. И это здорово. Потому что, мне кажется, такие крема, они очень дорогие, если не ошибаюсь. Сделано в США. Крем это, конечно, здорово. Еще и такой недешевый бренд. Но я все-таки хочу все равно изучить для себя, насколько отзывы хороши или нет. Далее, давайте посмотрим на то, что нам положили в следующем. И это мист для лица от Huda Beauty. Называется он Glow Coco. Если я не ошибаюсь, этот мист, он вышел у нее, может быть, год назад. И вроде бы о нем были хорошие. Вот, если не ошибаюсь. Ну-ка, полный размер. И, по-моему, он пахнет, как кокос настоящий. Здорово. Ну-ка, давайте понюхаем. Красавший аромат у этого миста. Прям вау. Ощущение такое, что это не мист, а какой-то, не знаю, спрей для тела. Настолько он вкусно пахнет. Через черный, наверное, аромат у этого миста. Сильный. Но здорово. Миста лица от Huda Beauty. Никогда не бывает лишними, так ли? И последнее, предпоследнее, что мы нашли здесь, это расческа от Complex Culture. Я сама решила выбрать эту расческу. Идеальная расческа для того, чтобы расчесывать волосы среди дня. Она не чувствуется жесткой на волосах, когда вы расчесываете волосы. И мне это очень-очень нравится. Окей. И последнее, что мы находим в нашей большой, огромной коробке, как вы видите, это помада от Rare Beauty. Я извиняюсь, ребят, это не помада, а это блеск для губ. У меня такого оттенка ни разу не было. Оттенок, который у меня есть, называется Neerly Neutral. И этот оттенок, который мы получили в Beauty Box, называется Neerly Apricot. То есть это оттенок персика. Очень симпатичный оттенок. Возможно, оттенок этот будет более подходящим на летнее время года, на весеннее. Вот уже такой оттенок Neerly Neutral, он больше подойдет на более холодное время года, да, поэтому здорово. Мне кажется, эта коробка от Huda Beauty, это прям крутая вещь, да. Единственное, что почему всего лишь два компонента от Huda Beauty, а именно спрей и крем? Почему-то у меня какая-нибудь палетка, например. Если было бы чуть побольше компонентов, которые я могла бы выбрать для своего Beauty Box, от Huda Beauty это было бы круче. Два компонента от Huda Beauty и все остальное это другие бренды, но как-то это несерьезно, мне кажется, нет? В общем, да, ребят, надеюсь, вам понравился мой сегодняшний холл от Sephora. Я распаковала достаточно большое количество косметики и также показала вам, что я нашла в своем Beauty Box от Ipsy Glam Bag X в коллаборации с Huda Beauty, где мы нашли всего лишь два товара от Huda Beauty и все. Надеюсь, вам понравилась моя распаковка. Надеюсь, что я вас не утомила так же. И определенно через, наверное, день-два я сделаю видео, где я пробую всю эту новую косметику на себе. Поэтому не забывайте ставить лайки, оставлять комментарии и подписываться на канал, чтобы не пропустить новые видео косметики, которые будут выходить на канале чаще. И на этом я, наверное, буду заканчивать свое видео. Я желаю вам прекрасного дня, хорошего настроения и всегда оставайтесь красивыми. Ваша Юля, не прощаюсь. Скоро увидимся. Всем пока!